Сообщение, поступившее полицейским, подняло как по тревоге все оперативные службы города и структурные подразделения ФСБ. Специалистам предстояло проверить информацию, оставленную на тот момент неизвестным жителям Лангипаса. Он утверждал, что зал по мини-футболу заминирован. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены его анкетные данные. Он задержан. Соответственно, его вина была изобличена в совершении данного преступления. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Статья 207. Заведомо ложное сообщение о факте терроризма. То, что расценивалось подросткам, как детская шалость, нанесла серьезный удар по его репутации. После ложного сообщения у 16-летнего Лангипаса и его родителей большие проблемы с законом. Данное дело будет направлено в июле месяце с обвинительным заключением в суд для дальнейшего решения судьбы данного подростка в уголовном судном производстве. Эта тема стала ключевой на заседании комиссии. Как правило, решения, принимаемые на таких совещаниях, направлены на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города. В том числе транспортной инфраструктуры, крупных торговых центров, обеспечение безопасности при проведении общественно-политических и массовых мероприятий. И то, что здесь ложится на бумагу, в оперативном режиме дает толчок к конкретным действиям. Все это с одной целью – чтобы жители Лангипаса чувствовали себя в безопасности. Ника Павлова, Валерий Осипов. Специально для новостей.